МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро первой новости города. В студии Дарья Гзюнова. Здравствуйте. 3 октября Украина предприняла очередную попытку атаки на Крым. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Около 20.30 во вторник над северо-западной акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова была уничтожена противокорабельная ракета «Нептун». Уже утром в среду стало известно и о попытке высадки украинского десанта. Группа на быстроходном военном катере и трех гидроциклах следовала в район мыса Тарханкут. Попытка пресечена действиями самолетов и воздушно-космических сил России. Сказано в сообщении. В Севастополе во вторник вечером была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о работе системы ПВО. Далее цитата. В спасательной службе Севастополя зафиксирована информация о падении частей беспилотного летательного аппарата на крышу одного из жилых домов в инженерной балке. Никто не пострадал. Но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла. Написал Михаил Развожаев. В Севастополе прошли командно-штабные учения МЧС. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Задачей спасателей было отработать действия в условиях чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с экстренными службами. Тренировка прошла на Балаклавской ТЭС в Главном управлении МЧС России по Севастополю на территории предприятия Севэлектроавтотранс имени Александра Сергеевича Крупадерва и других городских объектах. Отработки практической водной. По командно-штабному тренировке приступить. Что? Приступить. Отработки. Во время тренировки севастопольские спасатели потушили условный пожар. разобрали завал и оказали помощь пострадавшим. Особое внимание уделялось защите населения на территориях, которые, по легенде, учения подвержены опасности природного и техногенного характера. Полная ликвидация условного пожара на площади 20 квадратных метров. Тренировка действий в экстренной ситуации прошла во всех субъектах страны накануне Дня гражданской обороны под руководством МЧС России. Его глава Александр Куренков дал старт учения в подмосковном Жуковском. За тренировкой по гражданской обороне в Севастополе наблюдали начальник регионального управления МЧС России Алексей Рохлин, представители Департамента общественной безопасности города, а также руководители прочих ведомств, служб и учреждений. Независимое телевидение Севастополя проводит еженедельный прямой эфир, посвященный геополитике и спецоперации на Украине. Сегодня вечером обсудим следующие темы. О взводе территориальной обороны сыновья Севастополя расскажут его представители, позывной мастер и позывной акула. О горячих точках и о жизни Луганской народной республики поговорим с директором луганского филиала ВГТРК, специальным корреспондентом телеканала «Россия» Николаем Долгачевым. Своё мнение, как будет развиваться обстановка в зоне проведения спецоперации, расскажет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Подключайтесь к обсуждению сегодня вечером в прямом эфире в 19.30 после вечерних новостей на нашем YouTube-канале, ВКонтакте и в Телеграм-канале. Ждём ваших вопросов и комментариев в чат. ПАО «Севастополь-Газ» открыла единый центр обслуживания абонентов. Он расположен недалеко от основного здания предприятия, на улице Токарева, 11. В отремонтированном помещении абонентам будет не только комфортнее получать услуги, но и ускорится сам процесс их предоставления, уверены руководители организации. Если раньше специалисты принимали от 40 до 60 человек в день, то теперь смогут обслужить в 4 раза больше. Наша задача – это улучшить, ускорить процесс обслуживания наших граждан. В связи с этим у нас настраивается специальное программное обеспечение, улучшается подход, стараемся делать всё в максимально сжатый срок, для того, чтобы всё было понятно и прозрачно для жителей нашего прекрасного города. Раньше мы работали в ПАУ Севастопольгаз, был просто расчётный центр, расчётный отдел. На данный момент у нас идёт повышение работы предприятия, повышение работы наших сотрудников. Наши сотрудники работают быстро, качественно. Увеличилось обслуживание абонентов в 3 раза. В Едином центре обслуживания абонентов предоставляют весь спектр услуг, связанных с газоснабжением. Обратиться сюда можно с понедельника по пятницу с 7.30 до 16.30 без перерыва на обед. При этом в руководстве предприятия отмечают, что график работы может меняться в зависимости от потребностей абонентов. В свою очередь, председатель постоянного комитета законодательного собрания Севастополя по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов уверен, что благодаря открытию просторного обслуживающего центра вопросы граждан будут решаться быстрее. К нам люди с этими вопросами обращались. Мы провели совещание с дирекцией ПАУ Севастопольгаз. В ПАУ Севастопольгаз было рекомендовано решить этот вопрос и открыть такой центр обслуживания населения. ПАУ Севастопольгаз прислушался к нашим просьбам, к нашим советам. Мы сегодня видим плоды нашей работы, видим открытие очень прекрасного, очень просторного, современного центра обслуживания нашего населения. Кроме того, в ПАУ Севастопольгаз рассказали об акции для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и спецоперации. Они могут оформить заявку на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования за 1 рубль. Человек, приходя к нам на перезаключение или заключение договора на ТОВКГО, он должен предоставить стандартный пакет документов на подтверждение данного статуса. И он получает эту услугу. Мы считаем, что это в настоящее время нужный момент, потому что безопасность – это в первую очередь. Финансовая служба Черноморского флота отмечает 90-летний юбилей. По случаю праздничной даты сотрудникам вручили награды от Министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. Вручение почетных грамот и ценных подарков прошло в Екатериненском зале Севастопольского дома офицеров Черноморского флота под руководством командующего адмирала Виктора Соколова. Виктор Соколов отметил, как 90 лет назад, так и сегодня, ни одна задача не решается без участия сотрудников финансово-экономического управления, которое является одним из основных звеньев в системе обеспечения Черноморского флота. 2 октября в России отмечали День среднего профессионального образования. В Севастополе торжественное событие по этому случаю состоялось во вторник в Центре культуры и искусств. Педагогов и заслуженных работников колледжей, техникумов и училищ наградили первые лица города. Я поздравляю вас с тем, что вы выбрали, это касается ребят, которые здесь в зале достаточно много, что вы выбрали это направление, получить профессию как можно раньше. Вы большие молодцы, это очень правильный выбор, нужный стране. Ну и, конечно, ваших педагогов я хочу поблагодарить за то, что они так самоотвержены. И прошли непростые времена для профтехобразования, да, и сохранились в этой профессии. Сегодня построить суверенную экономику без ваших усилий, без вашего труда, педагогического и студенческого просто невозможно. Настоящие профессионалы, люди, которые знают и любят свое дело, это те, кто всегда у нас работал в системе среднего профессионального образования. И мы уверены, что ваши усилия, они совершенно точно дают хорошие плоды. Губернатор отметил высокий уровень среднего профессионального образования в Севастополе. Михаил Развожаев рассказал, что посетил торгово-экономический техникум, где познакомился с программами обучения и современным оборудованием мастерских. Сегодня практически все рабочие профессии очень востребованы, потому что даже баланс труда, который есть в целом в стране, говорит о том, что у нас сегодня дефицит рабочих рук. Дефицит не безработицы, ее практически нет. У нас предприятия борются за высококвалифицированных специалистов в любом практическом направлении. Ну а для Севастополя в том числе это и такие популярные вещи, как туризм, ресторанный бизнес и так далее. Педагоги и ветераны среднего профессионального образования Севастополя подтверждают, что выпускники училищ, колледжей и техникумов остаются востребованными на рынке труда. Я считаю, что колледж закончить для ребят – это очень хорошо, потому что институт дает чертежи, как расчеты делать, все. А колледж дает практические знания, практические знания, как делать, что делать и зачем делать. Региональный штаб российских студенческих отрядов закрыл летний трудовой сезон. Торжественная церемония чествования активной молодежи прошла 2 октября в Севастопольском государственном университете. Всего в этом году организация официально трудоустроила более 400 студентов по шести направлениям деятельности. В зале Севастопольского государственного университета шумно и весело. Члены российских студенческих отрядов закрывают третий и заключительный трудовой семестр. Более 400 ребят летом проработали в различных сферах. В городе Севастополе 7 направлений, 6 из них это в которых трудоустраиваются классические линейные студенческие отряды и губернаторские школьные трудовые отряды. Из 7 направлений это направление педагогическое и строительное, направление проводников, археологов. В 2022 году открылось новое цифровое направление и направление сервиса. В этом году работала в детском пансионате под управлением правительства РФ, который называется «Радуга». Он находится в селе Песчано, недалеко от Севастополя. Отработала две смены там. В этом году мы работали в городе Троицке, в Москве. Всероссийская студенческая стройка «Мирный атом Тринити». Работу выполняли различную, от штукатурки до снятия бетонных полов. На время работы ребята были официально трудоустроены. Для самих студентов это шанс прокачать свои умения, навыки, а также получить опыт в крупных компаниях, в окружении квалифицированных специалистов. Это вообще на самом деле какая-то невероятная возможность, потому что, ну, 19 лет, будучи студентом, ты никогда не попадешь на стройку «Росатому». Тебя никогда туда просто так не возьмут без образования, без опыта работы. А здесь предоставляется такая возможность просто пойти и попробовать. Дело в том, что после окончания нашей работы многим ребятам предлагали остаться там. Тем, кто заканчивали четвертый курс, пятый, третий даже, им предлагали, просто выдавали оферы. Ты можешь не уметь ничего, не уметь танцевать, ты боишься сцены, ты боишься работать с детьми или с людьми в принципе. Но по итогу, когда ты выезжаешь на целину на третий трудовой семестр, ты как раз тебе показываешь себя во всей красе. У тебя уже есть багаж знаний, и это как раз таки представляют российские студенческие отряды. 2 октября на церемонии наградили лучших бойцов студенческих отрядов, их командиров и комиссаров. Многим выдали заветные кирпичи – отличительный знак прохождения трудового семестра. Праздник сопровождали песни, танцы и всевозможные творческие номера. В Севастополе провели концерт посвящения к столетию со дня рождения нашего известного музыканта и педагога Владимира Розенбергера. Выступление состоялось в музыкальной школе номер один имени Николая Римского-Корсакова. В течение 38 лет Владимир Розенбергер был ее завучем, являлся председателем городского методического объединения музыкальных школ. В послевоенные годы Владимир Давыдович Розенбергер пришел работать в первую музыкальную школу преподавателем по классу фортепиано. Затем возглавил учебную часть. Более 300 его воспитанников стали профессиональными артистами. Выпускники разных лет, те, кому довелось работать с выдающимся севастопольским музыкантом и педагогом, приняли участие в этом вечере, отдав мастеру дань памяти и уважения. Он научил нас не просто техники, он научил нас любить музыку. И, наверное, это главное, то, что он нам передал. Я помню всех педагогов, которые сделали меня профессионалом в своем виде. Но Владимир Давыдович стоит отдельно, номером один. Большой музыкальной и педагогической карьере Владимира Розенбергера в Севастополе предшествовала Великая Отечественная война. В июне 1941-го он ушел на фронт добровольцем. Служил на одном из торпедных катеров. Принимал участие во многих боевых операциях Черноморского флота. А 7 мая 1944 года в числе бесстрашных героев освобождал от немецко-фашистских захватчиков Сапун Гуру. Этот концерт нужен для нашей культуры. Тем более, это в какой-то мере перекликается с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся, поскольку он, Владимир Давыдович, сам испытал, будучи служив на бригаде торпедных катеров, что такое мир, что такое счастье. В конце мая 1944 года в освобожденном Севастополе состоялся первый концерт Клавдии Ивановны Шульженко. И это благодаря Владимиру Розенбергеру, который был хорошо знаком с певицей и аккомпанировал ей во время довоенных выступлений в Николаеве. В числе его заслуг активное развитие процесса обучения не только в музыкальной школе номер один имени Римского-Курсакова, но и в остальных подобных учебных заведениях города. Активно участвовал в развитии и в создании всех музыкальных школ города. Он был председателем методического объединения города. Поэтому основное его дечище, наверное, музыкально-педагогическое, это школа молодого педагога и школа молодого концертмейстера, которую он создал и через которые прошли большинство педагогов нашего города. Концерт посвящения к столетию со дня рождения Владимира Давыдовича Розенбергера провели накануне Международного дня музыки. По этому случаю старейшим педагогам профильных учебных заведений города были вручены награды от Законодательного собрания и Департамента культуры Севастополя. Максим Давыдов, Денис Александрович, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-20-60, а также мобильный, плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте. НТСДФИС.ТВ.КОМ. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин